Бسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه جماعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры просим Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى чтобы наши с вами посты сегодня принял Всевышний Аллах سبحانه وتعالى дал нам за это награду как сказал посланник Аллаха سبحانه وتعالى لسائم فرحة у постящегося человека две радости فرحة نعين دفتري первая радость когда он разговаривается и мы с вами уверены то что когда мы разговариваемся как бы много мы с вами не переедаем много не кушаем и в течении дня я так думаю никто из нас о еде не думает и желудок сужается но это другая радость когда ты собираешься с близкими разговариваешься делаешь дуа перед ифтаром вот эту радость каждый из нас я думаю ощущает и вторая فرحة вторая радость когда он встретится с Аллахом سبحانه وتعالى فَيَفْرَحُ بِسْيَامِهِ и он будет радоваться своим постом то что он продержал этот пост ради Аллаха سبحانه وتعالى وَصَوْمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُبَعْدُ بِذَلِكَ وَجْهَ عَنِ النَّارِ как сказал посланник Аллаха سبحانه وتعالى один день поста ради Аллаха سبحانه وتعالى отдаляет от ада на 70 лет поэтому верующий человек будет радоваться этим постом الحمد لله то что он возьмет получит великую награду Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى так же сказал Аллах سبحانه وتعالى в хадисе القدس إِنَّ كُلْ عَمَلْ لِعَبْدِهِ إِلَّا الصَّوُمْ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِيمِهِ каждое деяние которое делает рад он делает это для себя кроме поста это для меня и я сам награжу его то есть имеется ввиду почему так потому что в любое поклонение может зайти показуха во время чтения Кур'ана во время намаза это кроме поста никто не знает что ты постишься даже когда ты остаешься наедине нет ты не делаешь ифтара постишься ради Аллаха سبحانه وتعالى то есть здесь проявляется искренность поэтому Всевышний Аллах سبحانه وتعالى сказал пост это ради меня и я сам его награжу слова Всевышнего Аллаха وَأَنَا أَجْزِيمِ я сам его награжу здесь мы сделаем некий параллель проводим с аятами сурат Аль-Каф где Всевышний Аллах سبحانه وتعالى сказал لَهُمْ مَا يَشَاءُ نَفِيهَ وَلَدَيْنَ مَزِيد им будет обитать им рая все что они пожелают то есть представляет لَهُمْ مَا يَشَاءُن все что ты хочешь все что ты пожелаешь и вот только желание у тебя будет хочу это я раби хочу это все будет то есть получается все-все что пожелаешь в раю будет что еще нужно если все будет все что пожелаешь но Всевышний Аллах سبحانه وتعالى после этого добавляет وَلَدَيْنَ مَزِيد но у меня еще есть подарок у меня еще есть добавка поэтому مَزِيد это именно подарок вот это вот дополнение к тому что человек получит все что пожелает это увидеть лейка Всевышнего Аллаха Субхану Ва Та'ля. Также и здесь касательно поста Аллах Субхану Ва Та'ля. То есть мы знаем деяния Аллаха Субхану Ва Та'ля. За одно деяние бывает 10 наград, 700 наград, 1000, миллионы, может быть, кто-то получает. Все зависимо от Ихласа, от его искренности. Но однако здесь, хотите сказать, за пост я сам награжу. То есть как бы миллионы, триллионы, миллиарды наград это ничто. Аллах сам наградит, Субхану Ва Та'ля, по своей щедрости. Уважаемые братья и сестры, мы с вами прошли несколько лекций касательно тамхиды или тавсир. То есть, так скажем, перед тем, как зайти в тавсир Кур'ана, мы с вами, говоря о Кур'ане, о его величии, рассказали о жизни пророка Мухаммада Сахабов, как они жили, как они относились к Кур'ану. И сегодня, иншаллах, помилился Всевышнего Аллаха Субхану Ва Та'ля, мы с вами перейдем в тавсир. Би-изнеллахи, Субхану Ва Та'ля. Тавсир вообще, то есть, мы с вами вообще живем в этой жизни, поклоняемся Аллаху, Субхану Ва Та'ля. Любую вещь можно описать через три пути. Первое, антара, если ты это видишь, например, что-то человек видит и может описать. Второй путь, ань-я-раху гайрак мимман тафи-куфи, фаясофу гуляк, это второй путь, чтобы познать любую вещь, это если кто-то видит из твоих приближенных, которым ты доверяешь, и он тебе описывает. Третье, ань-я-куна лагу шаби, фатақысу алей, если есть что-то похожее на это, и ты на это его сравниваешь. Илля Аллаху, аз-за-вачал, кроме Аллаха, Субхану Ва Та'ля. Мы не видели Аллаха, никто не видел Аллаха, чтобы нам его описать, и ничто на него не похоже, чтобы с чем-то сравнить. Ничто с ним не сравнится, и он всеслышащий, всевидящий, Субхану Ва Та'ля. Поэтому, чтобы познать Аллаха ближе, познакомиться с Аллахом еще ближе, полюбить Аллаха еще больше, как мы можем? Через Кур'ан. Через Кур'ан, через речь Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Та'ля. Поэтому, никогда не устаю, повторяя слова ученого, ученого Аль-Аззи ибн Абдиссалям, который сказал, и пусть это будет как правилом, Он говорит, клянусь Аллахом, в этой жизни ничего ты не сможешь познать без Аллаха. Любую вещь не сможешь достичь и познать без Аллаха. А как ты хочешь познать Аллаха без Аллаха? То есть, имеется в виду, как ты хочешь познать Аллаха без Кур'ана, без речи Аллаха, без слов Аллаха. Поэтому мы с вами знакомимся ближе к Аллаху Субхану Ва Та'ля, приближаемся к Аллаху Субхану Ва Та'ля через размышления над Кур'аном. Поэтому сегодняшний первый тавсир Сурат Аль-Фатиха. С этого начнем, иншаллах, мы будем выборочно выбирать аяты, но я Аллаху Аля вначале подумал, может быть, про Рамадан сделать, но думаю, давайте лучше все-таки мы первый урок тавсира возьмем в Сурат Аль-Фатиха. Тавсир Сурат Аль-Фатиха, перед тем, как это сделать, есть такой большой тавсир, но длинный тавсир, это каждое слово, каждой буковки, каждого аята, то есть такой глубокий тавсир, который обычно изучают, Субхану Ва в университетах, в шариатских и так далее, то есть чтобы одну Сурат Аль-Фатиха пройти тавсир, на это очень много времени проходит. Мы с вами возьмем мухтасар, краткий тавсир, краткий тавсир, чтобы было понимание об этой суре. Аль-Фатиха постараемся изложить, иншаллах, в нашем эфире, потому что нам этого эфира не хватит, чтобы рассказать о Сурат Аль-Фатиха. Это можно в мечетях, на уроках и так далее, но мы с вами возьмем, иншаллах, и каждый наш тавсир, он будет такой мухтасар, краткий тавсир, иншаллах. Опять же, перед тем, как зайти в тавсир, мы должны понимать, на чем строится вообще, то есть, как толкуется Кур'ан. Толкование Кур'ана, оно не разумом, не на разум строится, и не на аватах, не на наши чувства. Самый лучший тавсир, аль-Кур'ан бель-Кур'ан, когда Кур'ан дает тавсир Кур'ану. Один аят дает тавсир другому аяту. Например, Аллах, субхану ва-та'але, говорит, искупление за такой-то грех, один из искуплений. Освободите рабыню. Когда задается вопрос, рабыню какую? Мусульманку, не мусульманку, темнокожую, белокожую? Другой аят дает освободить верующую рабыню. Без разницы, какой у нее цвет кожи, без разницы, там она, то есть, какого там роста, и так далее. Главное дело, чтобы она была верующей. И уже этот аят, где сказано в другой суре, этот аят дает тавсир тому аяту. Второй тавсир, это когда пророк Мухаммад ва-та'але, делает тавсир к Курану. Ва-та'але, Субхану ва-та'але, сказал в Куране, читайте намаз, а как читать намаз, ни одного аята не сказано. Когда пророк Мухаммад, ва-та'але, разъясняет, и сказал читайте так, как видели меня молящиеся или Всевышний Аллах сказал в Коране Всевышний Аллах приказывает совершать хадж, подломничество тому, у кого есть на это возможность как физическое, то есть здоровье и также материальное а как делать хадж, сколько тавав как обходить, как кидать камни между сафаем рва как ходить, то есть в мине ночевать муздалиф и так далее, не сказано это все показал сунный пророк Мухаммад и сказал берите от меня ваши обряды хадж также тавсир сахабов и так далее то есть в Коране идет уже постепенность, то есть что я хотел из этого сказать вкратце, то что тавсир Корана, он должен строиться тоже на далилях, не должен строиться на нашем разуме, не должен там как нам кажется если каждый будет по-своему понимать тогда уже будет и в тиракфе л-ума будет разногласие в уме будет разделение и так далее сурата л-фатиха сура л-фатиха перевод открывающий также пророк Мухаммад салаллаху алейсалям сказал фатиха тул китаб открывающий книгу как раз когда мы открываем с вами книгу Кур'ан первая сура как раз открывающая фатиха фатиха Аллах салаллаху алейсалям в Кур'ане сказал того кто не прочитал сурата л-фатиха то есть если сейчас имам скажет Аллаху Акбар и начнет читать без сурата л-фатиха например фатиху не прочитал его намаз недействителен но если он прочитал хотя бы сурата л-фатиха и больше ничего из Кур'ана не знает его намаз действителен его намаз действителен поэтому это великая сур в достоверном хадисе сказано то что Джибраил алейсалям находился рядом с пророком Мухаммадом салаллаху алейсалям и вы знаете что Джибраил алейсалям обучал пророка Мухаммада салаллаху алейсалям ал-Кур'ан и как сказал посланник Аллаха кана аджуадан нас пророк Мухаммад салаллаху алейсалям был самым щедрым из людей а самая щедрость у него больше щедрости проявлялась в нем когда приходил к нему Джибраил алейсалям и обучал его Кур'ану этот хадис передает Ибн Абдаса почему потому что Кур'ан в сердце человека зарождает богатство зарождает независимость то есть он как бы с Кур'аном и вот когда вот это вот приходил к нему Джибраил алейсалям обучал его Кур'ану посланник Аллаха зарождалась гина в сердце и он еще более щедрее был это из понимания Ибн Абдаса это тот о котором мы говорили с вами о котором сказал посланник Аллаха салаллаху алейсалям дай ему понимание в религии и обучи его тавсиру пророк Мухаммад салаллаху алейсалям находился рядом с Джибраилом в Рамадане приходил Джибраил алейсалям уже последние годы посланник Аллаха в Рамадане по два раза то есть он сдавал экзамен по Кур'ану Джибраилу алейсалям и отсюда уже понимал что посланник Аллаха салаллаху алейсалям то что он к нему чаще начал приходить с ним повторять Кур'ан и принимать экзамен то что приближается смерть посланника Аллаха салаллаху алейсалям И тогда был слышен Накит это Накит это Скрип двери, когда она открывается Услышал этот звук Джабраил А.С. И пророк Мухаммад И никто посторонние не слышали Были рядом сахабы, никто не слышал Только Джабраил А.С. и посланник Аллаха Это на что указывает, уважаемые братья и сестры То, что есть голоса, какие-то звуки Которые слышат определенные Творения Аллаха Как сказано в хадисе, когда посланник Аллаха Проходил мимо могил и говорил То, что эти сейчас двое Наказываются в могилах, один из них Не протерялся, то есть Не убирал себя на Джаса Когда ходил, справлял нужду А второй Ходил и распространял намима Намима это знаете Когда например человек подходит к одному человеку И Берет его слова и переносит другому И говорит, тот про тебя так говорит От этого берет слова, а тот про тебя Специально, чтобы старались двоих Вот эти два человека сейчас наказываются в могиле Сказал посланник Аллаха В другом хадисе сказал Вот эти, которые наказываются Слышат все Все кроме Это мир людей и мир джинов То есть животные Все птицы Все творения Помимо людей и джинов Слышат Как они мучаются в могиле То есть есть какие-то звуки Которые слышат Определенные Но другие не слышат Также вот этот Вот этот вот звук Который Когда сказал Джибраил Когда услышал Пророк Мухаммад И Джибраил Был рядом Услышали звук Скрип Открытия двери Джибраил Сказал Это скрип Двери Которая открылась В небе То есть открылось небо И спустился ангел Этот ангел Спустился До этого он не спускался На землю И он спустился Без разрешения Аллаха На землю Хотя основу У ангелов Они посылаются На небеса То есть Свыше небес Только с позволением Аллаха Основа Такова Как сказано в Коране Мы Спускаемся Только с разрешением Аллаха Ему все Принадлежит Все что Перед нами И все что Позади нас То есть Вся власть В руках Всевышнего Аллаха И этот ангел Спустился И сказал Салям Дал салям Кому дал салям Пророку Мухаммаду И Джибраилу И сказал Пророку Мухаммаду Салям Радуйся Двумя Нурами Двумя Светами Которые тебе Дано До тебя Никому не было Дано Из пророков Фатиха Тель-Китад Последние аяты Из сурата Аль-Бакара Сейчас мы Узнаем Почему это С чем это связано Потому что В хадисе В другом хадисе Посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васселям Каскалал Тоже связано К Аллаху Если человек Восхваляет Аллаха Он получает Что получает Награду А когда просит Что получает Иджаба Ответ На дуа Первый аят Если откроем Кур'ан Посмотрим Здесь поставлено Ракм Вахид Первый Это Бисмилляхи Рахмани Рахим С именем Аллаха Милостивым Милосердным Хотелось бы остановиться На первом аяте Бисмилляхи Рахмани Уже зайти Вопрос по фикху Является ли Бисмилляхи Рахмани Первым аятом Сурата Фатиха Или нет Ихталат Аль-Улана Здесь есть Разогласие Среди ученых Некоторые ученые Говорят То что Бисмилляхи Рахмани Если посмотреть Перед каждой Сурой Написано Бисмилляхи Рахмани Рахим То Бисмилляхи Рахмани Рахим Не является Началом Каждой суры А именно Для чего Оно поставлено Для То что Это чтобы Разделить Одну суру От другой Суры И чтобы Взять Баракад Из этого Много У других Ученых Есть долили Но мы Не будем Сейчас углубляться Но это Одно Основное Долили За то что Они берут То что Это не аят А именно Разделяет Одну суру От другой Суры Некоторые Другие Ученые Говорят Нет Бисмилляхи Рахмани Рахим Это каждый Аят Каждый Суры Первый Аят Каждой Суры Почему Потому что Их Далил То что Нельзя Ничего От себя Писать В Куран Поэтому То что В Куране Это все Является Аятами Аллаху Субхану Они говорят Они говорят То что Это не является Аяты Сурат Аль-Фатиха 6 Но мы Сейчас Не будем На это Обращать Внимание Почему Потому что Аллах Субхану Ва Та'ля Сам Сказал Должна Была Быть Сура Намаза Который Читается Вслух Это Берется Мнение Имама Шафии Шафии И есть Другое Мнение Где Бисмиллях Произносится Про себя Так как Имам Малик Он говорит То что Пророк Мухаммад Когда читал Намаз Начинался Но Больше Мнение То есть Даже Если Мы читаем Например Скажем Не Шафии Та Читают То Бисмиллях Нужно Произнести Про себя Потому что Это является По большинству Мнений Ученых Первым Аятом Из Сурата Фатиха Бисмиллях С именем Аллаха Милостивого Милосердного Сейчас Мы не будем Делать Тафсир Потому что У нас Придет Дальше Чтобы два раза Не повторять В третьем Аяте Мы сделаем Тафсир В первом Аяте Всевышний Аллах Субхану Аллах Слава Аллах Господу Миров Смотрите В арабском В языке Есть разница Между Аллхамд И Ашшукр Аллхамд И Шукр Шукр Благодарство Это бывает За Няма Шукру Няма Но Аллхамд Как То же самое Благодарство Это не только За Няма Не только За Милости За Милость Всевышнего Аллаха И за Все остальное Поэтому Как говорится Альхамду Из глины А глина Что это такое Это вода И земля Если вместе Смешать Получается Глина Из этого Сотворил Нас Всевышний Аллах Субхану Из нора Из света И джинов Из огня Когда читает Человек Альхамду Лиллай Рабб Аля Амин Тем самым Он понимает То что Восхваление Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля Величие Аллах Субхану То что Есть мир Все Куллю Массива Аллах Хуа Аля Все что Помимо Аллаха Это Аля Амин Это мир И Рабб Господь Этого Только один Аллах Субхану Своим Сердцем Понимая То что Господь Творец Всего Этого Один Субхану Ва Тааля И никому Не принадлежит Аллах Вот это Восхваление Кроме Как Всевышним Аллах Субхану Аллах Аллах Субхану Восхваление Первый Аят В своей Книге И Сделал Последнее Что Скажет Обитателей Рая Когда Зайдут В рай Последнее Что Они Скажут Мы Зашли В рай Все Вечное Наслаждение Также Когда Воскреснут Люди Будут Восхвалять Всевышним Аллах Субхану Как Сказано Когда Аллах Субхану Вас Призовет Когда Будет Когда Все Встанут Из могилы После Судного Дня Чтобы Ответить За свою Жизнь Перед Аллах На Судный День Аллах В Коране Сказал Когда Люди Когда Они Воскреснут Когда Воскреснут Из могил Все Люди Встанут И Все Скажут Аллах И Муэмин И Кафир Но Муэмин Аллах Примет У Кафира Не Примет Сказал Саид Бен Джубейр Второй Аят Аррахман Аррахим Милостивый Милосердный Аррахман Смотрите Мои Братья Сестры Есть Милостивый Аррахман Аррахим Милосердный Всевышний Аллах Субхану Проявляет Милость Ко всем В этой Дуне И только К верующим В Ахирате То есть Имейте И свою Милость Аллах Субхану Проявляет По отношению К верующему К неверующему К лицемеру Ко всем Ко всем Проявляет Свою милость То есть Милость Аллах Субхану Дает То что Люди Живут Сегодня Дышат Воздухом Это Милость Аллах Как сказал Пророк Мухаммад Субхану Из этой Дуне Милости Аллах Дает Кому Любит И тому Кого Он Любит То есть Всем Дает Аллах Субхану В другом Хадисе Посланник Аллах Субхану Сказал Поистине Вся Эта Дуня И все Что В ней Есть Перед Аллах Крылышко Комара Даже Не Стоит Если Хотя Крылышко Комара Стоило Перед Аллах Вся Эта Дуня И Богатство То Аллах Неверующему Не Позволил Даже Глотка Воды Сделать То есть Крылышко Маленького Комарника Перед Аллах Дороже Чем Золото Серебро Доллар Евро Нефть Все Крылышко Комара Дороже Это Ничего Не Стоит Сказал Посланник Аллах Салаллах Поэтому Аррахман Милостивый И Также Аррахим Милосердный Милосердный Именно К верующим Судный День Проявив Своё Милосердие К верующим Судный День И Здесь Хотел Упомянуть Тафсир Шинкити Рахмаллах Он Сказал То Смотрите Перед тем Как это Привести У Аллаха Есть имена И сифаты Имена И сифаты Имена И качества Есть качества Которые Можно Назвать Таким То Качеством Которые Есть У Аллаха Человека А есть Которые Нельзя Называть Человека Таким То И Таким То Качеством Например Аллах Никого Нельзя Назвать Кроме Как Аллаха Дающий Пропитание Никого Нельзя Назвать Кроме Как Аллах Но Есть Такие Например Адель справедливый. Одно из имен человека можно назвать справедливым. Гафур прощающий человек тоже может простить. Но однако Ар-Рахман, как сказал, никому нельзя говорить милости, кроме как Аллаху. Ар-Рахим можно назвать человека. Поэтому Всевышний Аллах в Коране сказал касательно пророка Мухаммада, он его не назвал. Ар-Рахман, а что? По отношению к верующим, пророк Мухаммад был Ар-Рахим, был милосердным, а не милостивым. Касательно милости Аллаха, долго можно говорить, поэтому это можем посвятить отдельную даже тему. Это бесконечно. Можно говорить об этом, но в двух словах скажем, то есть милость Аллаха превыше всего и вся. Превыше всего и вся. Ар-Рахман, его милость опережает его наказание. Ар-Рахман, опережает его гнев. Его милость Всевышнего Аллаха. Как Аллах в Коране говорит, Что касательно моего наказания, говорит Всевышний Аллах, я накажу, кого пожелаю, но однако моя милость покрывает все. Покрывает все, говорит Всевышний Аллах. Поэтому сказано одному из салифа Салих, Как ты можешь молиться, намаз сделать погребальную за того, кто распивал алкоголь? Один распивал алкоголь, умер, и он за него пошел читать намаз. Он что сказал? Я стесняюсь Аллаха подумать о нем, то что его милость, она меньше, чем этот грех. Его милость безгранична. Поэтому я иду и читаю за ним намаз, за него намаз. Жаназа сказал один из салифа Салих. Также Муса, то есть милость Аллаха, во время Муса, один человек постоянно грешил. И Аллах не давал им дождь на протяжении 40 лет. И тогда Аллах, как в Коране сказал Всевышний Аллаху, Всевышний Аллах разговаривал с Мусой напрямую, то есть без ангела Джабраиля. И тогда он сказал, я Муса, о Мусе, среди вас есть человек, который постоянно грешит. Из-за него я вам не даю дождь. И тогда Муса, всех собрал и сказал, тот, из-за которого грешит, из-за тебя Аллах не дает нам всему народу дождь. Выйди и строят. И этот человек, ему стало тяжело. Тяжело на сердце. Представляете? Фабаха, то есть как он сейчас себя позорит. И начал в душе просить дуа и сказал, я Рабби, я прошу тебя прощения. Прошу прощения. И не вставь меня не в ловкое положение. И пошел дождь. И Муса, алейсалям, пошел дождь. Говорит, что случилось, и Аллах? Аллах, я его скрывал, когда он грешил. Сейчас я его поставлю в неловкое положение, когда он попросил кауба. Вот это милость Всевышнего Аллаха, уважаемые братья и сестры. Когда было открытие Хайбара, после битвы при Хайбаре, каждый, кто-то своего потерял мужа, кто-то потерял отца. Одна женщина потеряла своего грудного ребенка. И тогда, каждого ребенка берет, прикладывает к груди, это не он. Второго берет, это не он. И нашла своего ребенка, приложила к груди, накормила его. Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейху алейху салам, сказал ибну Абдасу, Атадунна, анна хадии мулькият валадаха финнаар. Как ты думаешь, эта женщина может ли выкинуть своего ребенка в огонь? Все сахабы сказали, Ла, я, я, Расулаллах, нет, посланник Аллаха, я за каждого ребенка набрала чужих. Как она своего кинет в огонь? На что ответил пророк Мухаммад, салаллаху алейху алейху саламу, фаллаху архаму би абдихи мин хадихи би валадиха. Всевышний Аллах еще более милостив к своему рабу, чем это по отношению к своему ребенку. Ла, и ла. Следующая ая, Малик Яумиддин, царь судного дня. Всевышний Аллах, субхану ва-та-аля, он властелин всего и вся. Но, однако, здесь Аллах, субхану ва-та-аля, указал то, что ему будет преднежать решение судного дня. Только он будет решать. Все Всевышний Аллах, субхану ва-та-аля, в этой жизни решает касательно судного дня. Ахкам уль-хакимин, самый лучший из тех, кто решает Аллах, субхану ва-та-аля, только ему будет принадлежать власть судного дня. Здесь как бы выделяется отдельная власть судного дня, несмотря на то, что вся власть принадлежит Всевышнему Аллаху, субхану ва-та-аля. Поэтому ученые говорят, уважаемые братья и сестры, Вот эти три аята, здесь аркан уль-Айбада, здесь столпы поклонения и столпы веры в Аллаха. Мы знаем то, что столпы имана, столпы имана шесть. Аль иману билляху малайкат ва кутубихи ва русулих ва львум ахрину ва кадар. Вера в Аллаха, в его авангелов, в малайкат ва кутубихи, в его книге, ва русулихи, в посланниках, судный день и в предопределение. Но однако первый, аль иману билляхи вера в Аллаха, в нем тоже есть три столпа. Это алмахабба, любовь, это ар-раджа, надежда на прощение, на милость Аллаха и третий, ал-хауф, страх. Поэтому первый айя, тем самым человека заставляет любить Аллаху Субхануа Та'ля. То есть, когда человек понимает, что он, Великий Аллах, ему только принадлежит вся похвала, ему только принадлежит хамд, ему принадлежит вот это вот благодарство, тем самым он его начинает любить Аллаху Субхануа Та'ля. Здесь у него определяется второй столб, именно что? Надежда на прощение Аллаха. Поэтому, когда читает грешник намаз, и когда читает какой бы его грех ни был, он размышляет над этим, понимает, что Аллах милосердный, надеется на его прощение. На реке Яумиддин, именно царь Судного Дня, Семин Судного Дня, здесь имеется ввиду, что здесь, именно что здесь проявляется у него третий столб, боязнь, боязнь. Поэтому верующий боится, как говорят улама, две вещи. Первое, что? То, что боится, что его дела, какие он делает, не примется Аллахом. И второе, он боится чего? Боится ан-назг, то есть боится, чтобы не потерять этот путь, путь ислама, не потерять путь имана. Как сказано в Коране, в сурате Амрану, не рушай наши сердца, не отдаляй нас от этого пути, после того, как ты нас поставил на этот путь. И также, касательно примется у меня дело, я не или нет, мы только полагаемся на Аллаху Субхану, он боится этого верующего, дабы были дела приняты, как сказано, они дают верующие то, что Аллах им дал, и их сердца в трепете, и они понимают то, что вернутся к Аллаху Субхану ва Та'але. Поэтому, когда спросила Аиша Раду Аллаху Аня, касательно этого аята спросила посланник Аллаха, их сердца наполнены трепетом, то, что они вернутся к Аллаху, это имеется ввиду тот человек, который совершал грехи, большие грехи, и он боится то, что Аллах его накажет, на что сказал посланник Аллаха, нет, это тот, который не совершает большие грехи, поклоняется Аллаху, но боится, примется или нет. Следующий аят, «И я ка наабуду, и я ка настаин» «Тебе только мы поклоняемся, и у тебя просим о помощи». Разумом человек понимает, то, что вначале нужно просить помощи, а потом поклонение, да, Аллах, помоги мне поклоняться тебе, ну почему здесь «Аль-Ибада мукаддама аль-Исти'ана», почему здесь «Аль-Ибада» тебе только поклонение состоит перед тем, как просим о помощи. Ученые говорят, потому что «Исти'ана нау'ун минал-Ибада», то, что просьба о помощи, это один вид из поклонения. Когда ты просишь Аллаха о помощи, это один вид из поклонения, и о чем просит о помощи верующий человек? Помощи во всем, и как он понимает, то, что Аллах, тебе я поклоняюсь одному, и у тебя только прошу о помощи, тем самым он понимает, то, что тот, кто мне помог встать на этот путь сейчас, молиться и читать эту ссуру, только Аллах, субханава аль-Ибада. Мы бы не нашли этот путь с вами, если бы Аллах, субханава аль-Ибада, нас на него не поставил. Также ученые говорят, эти две вещи, Аль-Ибада и Истиана, то есть, ияка наабаду тебе поклоняемся, и у тебя только просим о помощи, две вещи отталкивают. Поклонение отталкивает от человека, от человека самолюбие, то есть, как бы, имеется в виду, что, как бы, бывают люди такие, которые любят себя, которые высокомеруются и так далее, отталкивают от человека кибрия, высокомерие. Поэтому здесь, как бы, человек, как бы, приземляется, понимает то, что только тебе я поклоняюсь, только никому, ничему нельзя поклоняться, кроме тебя, и Аллах, субханава аль-Ибада, ияка наабаду, ияка наабаду, ияка наастаа. В хадисе сказано касательно этих аятов, когда верующий читает в хадисе в Кудсе, «Альхамду лилляхи, раббил аламин». В этот момент Всевышний Аллах, то есть, намаз – это обращение к Аллаху, общение со Всевышним. В этот момент Всевышний Аллах отвечает тому человеку, который молится, «Мой раб меня восхвалил». Когда читает, Аллах отвечает этому рабу, «Мой раб восхвалил». То есть, «восхвалил меня». «Восхваление Аллаху, субханава аль-Ибада, возвеличил». «Малики яумиддин, маджадани абди». «Мой раб меня прославил». То есть, восхвалил, возвеличил. «Ияка наабаду, ияка наастааин». Когда читает, «Тебе только я поклоняюсь». «Тебе только мы поклоняемся». «У тебя только просим о помощи». Всевышний Аллах, субханава аль-Ибада, говорит, «Это между мной только и моим рабом». И моему рабу будет то, что он попросит. И вот уже отсюда начинается дуа. «Веди нас прямым путем». Это нас обучает с вами чему, уважаемые братья? Всегда, когда делать дуа, перед тем, как просить, что это Аллаха, мы должны его восхвалять. Даже если человек пойдет, например, высокопоставленному человеку, чиновнику, о чем-то просить, он что, не сразу? «Дай мне это, дай мне то, что, как ваши дела?» Начнет его, там, маша-аллах, там, скажет, вот, спасибо большое, то, что нашли время, то, что меня приняли, то, что это, мы очень рады вашим действиям. Потом уже начинает какую-то просьбу. Также Всевышний Аллах, субханава аль-Ибада, любит, когда его раб его восхваляет. Любит, когда его раб его восхваляет. Как сказал Адам, алей-Исалям, «О, мой Господь, почему ты всех не сделал одинаковым?» Когда увидел, что среди людей будут испытываемые, у кого-то больше будет риска, у кого-то меньше, «Почему ты всех не сделал одинаковыми?» На что Аллах, субханава аль-Ибада, ответил, «О, Адам, я люблю, когда меня восхваляют, когда меня благодарят». Как Аллах любит, когда его благодарят. Также Аллах, субханава аль-Ибада, любит, что его раб проявляет терпение, когда Аллах, субханава аль-Ибада, его испытывает. Поэтому это из сунны, перед тем, как делать дуа, восхвалять Аллаху, субханава аль-Ибада. В сподвижнике, посланник Аллаха, когда делали дуа во время кунут намаза, они говорили то, что любимым для наших сердец было восхваление Аллаха, чем просьба. «Аллахум лакал хамду бил ислам, лакал хамду бил иман, лакал хамду бил Кур'ан, «О, Аллах, благодарим тебя за ислам, благодарим за иман, благодарим за Кур'ан, благодарим за семью, за детей, благодарим за богатство». То есть вот это вот тем самым человек начинает понимать то, что все Аллах ему дал, и он его благодарит. Поэтому саляфу саляха говорили, то что «Алмадж ахаббу илейна минат дуа», восхваление Аллаха более любимое для нас, чем само дуа. И пророк Мухаммад, салаллаху алейсалям, когда сказал, то есть сказано, что в судный день каждый пророк будет говорить, «Рабби, на все, на все, о Господь, меня спаси, меня спаси». Кроме посланника Аллаха, салаллаху алейсалям. Посланник Аллаха, салаллаху алейсалям, сказал то, что каждый сам за себя будет отвечать. «Но я знаю, как попросить». «Я знаю, как попросить Аллаха за умму». И тогда сказал, «Фа ати, фа асджуду тахта арши, арши ррахман, фа аду, фа аумаджиду, фа ассабиху, фа ахмаду, биду айн аалла мани и яха». Говорит, я пойду, вначале, «Сделаю земной поклон под троном Всевышнего Аллаха, субханаму ате али, и буду его восхвалять через те тазбихаты, через те викры, которые он меня научил». А потом буду просить уже за умму шафа, за умму, свое заступничество. И какой же будет ответ, сказан в хадисе, «Я, Мухаммад, кум ирфа арасак, саль ту'та шаффи, тушаффа. О, Мухаммад, стань, подними голову, проси, я тебе дам, проси заступничество, и тебе будет дано заступничество». Поэтому вот это нас обучает, сурата аль-Фатиха, перед тем, как мы обращаемся с просьбой, мы восхваляем Всевышнего Аллаха, субханаму ате аля. Поэтому сказано в хадисе, две вещи как бы за обе награды получишь. Первое за восхваление награду, а второе за дуа получишь ответ от Всевышнего. Дальше идет после того, как восхваляли, веди нас прямым путем. Сколько путей? Очень много путей. Спашь те, кто спасятся, только один путь. Как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам, «Уаса тафтарик, ядил умма аля таласи ва сабаин лифирка, куллюхум финнар илла вахида вахи фиркату наджи». И разделится моя община на 73 течения, все будут в аду, кроме одной, одного только пути. Это те, кто подчинился мне, пошел за Кураном и за Сунной, за моей Сунной, сказал посланник Аллаху, салаллаху алейхи салам. Поэтому также, что же этот прямой путь? Этот прямой путь разъясняется в сура «Ан-Ниса». В сура «Ан-Ниса», как Всевышний Аллах, как раз это в сир Куран, Курану, иллаху алейхи салам. «Вамай-Ив-Та-Иллаху алейхи фауллайка маал-лазина ан-Ан-Аллаху алейхим мин ан-набийин и ва-Сыддикин и ва-Ссаддикин и ва-Ссалихин ва-Хасана ауллайка рафика». То, кто подчинился Аллаху и Его посланнику, эти люди будут вместе с теми маал-лазина ан-ан-Аллаху алейхим вместе с теми, кому Аллах, субхану алейхи проявил свою милость. «Мин ан-набийин из пророков вместе с пророками ва-Ссаддикин вместе с правдивыми ва-Ссюгада шахидами ва-Ссалихин и с праведниками ва-Хасана улайка рафика». И как прекрасен этот путь. Поэтому здесь Всевышний Аллах, субхану алейхи указал, то, что «Мартаба аль-Ула ва-А'дам» великая самая ступень, первая ступень это «Мархаляту нубуа», именно эта ступень пророчества, пророки будут. То есть с пророками, с правдивыми шахидами и с праведниками. Пророками сейчас среди нас нету посланника Аллаха салаллаху алейхи но те, кто жили во времена посланника Аллаха и кто следует за сумной посланника Аллаха салаллаху алейхи он будет вместе с ним с пророком Мухаммадом салаллаху алейхи ва-Ссалям. Поэтому, как сказано в хадисе Рабиа, который был маленький сподвижник любил очень сильно посланник Аллаха салаллаху алейхи и всегда ждал, дожидался его когда он выходил пророк Мухаммад салаллаху алейхи и что-то и чем-то он ему помогал поливал ему воду на руки когда он брал омовение и постоянно так потом посланник Аллаха уходил к себе спать он оставался на улице ждал ждал пока придет посланник Аллаха опять выйдет может быть под солнцем засыпал маленький юноша и вышел пророк Мухаммад салаллаху алейхи он опять его встречал опять ему лил на руки воду помогал ему брать Амавене. И тогда удивился его гылку, его ахляку, посланник Аллаха, салалу алейсалам, сказал, саллини я, Рабья, проси у меня, Рабья, что хочешь, проси, я тебе дам. Опять же, уважаемые братья и сестры, юноша, что можешь попросить? Посланник Аллаха, дай мне свою накидку, дай мне халявуя, дай мне что-то сладкое, да? Смотрите, этот юноша сказал, подумал, он что сказал? Нагильни, дай мне подумать. И потом, когда подумал, сказал, я, Расул Аллах, удау ли О, посланник Аллаха, попроси за меня, чтобы я был твоим соседом в раю. Посланник Аллах удивился и сказал, а помимо этого, что хочешь? Говорит, я не хочу ничего, кроме этого. Как я любил, посланник Аллаха, с тобой вместе здесь, в этой дуне находиться, ждал тебя, поливал тебе воду. Я так же хочу быть с тобой в раю. На что посланник Аллаха, салалу алейсалам, сказал, я попрошу, но ты тоже помоги мне в этом вопросе. Помоги мне, говорит, салалу алейсалам, в этом вопросе, через то, чтобы ты много делал саджды. То есть, много поклоняйся, много делай, взаимопоклоны, и будешь со мной вместе в раю, сказал посланник Аллаха, салалу алейсалам. Поэтому, первая степень, это мартаба тунгуа, это степень пророков. Вторая, саддыкия. Саддыкия, это именно ученые говорят, далиль, то, что те, кто пошел за Абу Бакаром, рада Аллаху альсалам, потому что и тот, кто верит всей душой, то, что первый правитель, после посланника Аллаха, салалу алейсалам, это Абу Бакар, саддык. И он самый приближенный, самый лучший сахабов, самый приближенный посланнику Аллаха, салалу алейсалам, и тот, кто подчинился ему, они будут вместе. Потому что пророк Мухаммад, салалу алейсалам, при жизни его назвал, ассаддык. Ассаддык, правдивый. Много помимо него было правдивым, но однако, о ком сказал пророк Мухаммад, салалу алейсалам, это Абу Бакаром. То есть, вторая степень будет с Абубаком, с праведниками, и как прекрасно это соседничество. То есть, все вместе пророки, правдивые, шахиды, праведниками, они будут вместе, иншал, находиться в вечности в райской обители. Поэтому вот это сарат аль-Мустаким, то есть, когда мы говорим сарат аль-Мустаким, именно что это прямой путь? Это тот путь, путь пророков, путь правдивых, путь шахидов, путь праведников. Те, кто крепко держится за Коран и судну посланника Аллаха, потому что каждый говорит, я на прямом пути. Другой говорит, я на прямом пути. Как Аллах в Коране говорит, каждая группа радуется то, на чем они. Но однако, спавшиеся только одни, кто спасутся от наказания, это те, кто шли за Словом Аллаха и за посланником. Сарат аль-Мустаким, в последнем аяте Всевышний Аллах говорит, разъясняет этот путь. Сарат аль-Мустаким, это путь тех, которым ты проявил свою милость. И как раз сурат аль-Мустаким говорит, они вместе с теми, кому Аллах проявил свою милость. То есть, имеется ввиду, вместе с пророками, вместе с путь пророков, вот этих четырьмя правдивых, шахидов и праведников. Гайриль макбуби алейхим. Не веди нас путем тех, на которых ты проявил свой гнев. И не веди нас путем заблудших. Макбуби алейхим. Кто такие те люди, которым Аллах проявил свой гнев? Говорится, много тавсиров есть, но основное это те, кто познали хак, познали истину, но противоречат своим действиям истины. Они знают, где правда, а где ложь, но не идут за истину. Даллин, это заблудшие. Это те, которые не знают, пошли за таким-то, таким-то человеком и заблудились. Поэтому пророк Мухаммад сказал, что перед судным днем придут люди, джухаль, будут они не знающие, яфтуна бигайри и айн, они будут давать фетвы без знаний, они будут заблудшими и будут других заблуждать. Поэтому, как различить хак анбат или как различить истину от лжи, если человек, например, что-то то или иное трактует или говорит от своего разума и полагается на свой разум касательно шариата, то тогда это, субхаммад, это путь, это не будь пророков, должен быть закреплен далиль доказательства из Кур'ана и из Сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхима салям. Поэтому, уважаемые братья и сестры, это мы очень-очень вкратце именно разъяснили, сегодня с вами взяли сурату Аль-Фатиха, поэтому я старался сделать это коротко, потому что если четко, аль-хамдули, я думаю, мы все, что хотели понять из этой суры, поняли. Если бы просто дольше мы углубились в аяты, конечно, на этом очень много времени нужно, и одним днем как бы это все не закончишь. Но у нас, как мы сказали, тафсир, именно тафсир такой, краткий тафсир, чтобы было понимание, чтобы мы сегодня с вами сейчас, когда встанем на молитвы, читали сурату Аль-Фатиха уже, иншаллах, по-другому, размышляя над каждым аятом. Здесь начинается уже дуа, перед тем, как дуа просим, восхвалили Аллаха, да, и еди нас сурату Аль-Мустаким, веди нас прямым путем, веди нас путем тех, которым ты проявил свою милость, именно мы сказали, это те, путь пророка, саллаллаху али-салям и сахабов, гайри л-магдуби алейхим, вала бдалин, амин. И не веди нас путем тех, которые заблудились, и не веди нас путем тех, на которых ты проявил свой гнев, и не веди нас путем тех, которые заблудились. Амин. Баракаллафикум. Ваджазакам л-хайр. Да, Аллах Субханна Таня, да, новых встреч. В этом, чтобы вместе с Рамаданом побольше взять нам аяты, вкратце разъяснить, краткое понимание, чтобы у нас было, иншаллах. Ваджазакам л-хайр. Субтитры создавал DimaTorzok